Дневной стационар ульяновского онкодиспансера существовал, но, к сожалению, он располагался в не очень, скажем, больших помещениях. Там находилось всего шесть коек, и возможности его были ограничены. Работа в две смены сохранится, увеличится пропускная способность. Вместо шести коек и 20 пациентов в день – 25 мест и 70 нуждающихся в сутки. Помимо ремонта, дневной стационар получил новое оборудование и медицинскую мебель на общую сумму 10 миллионов рублей. Первые пациенты смогут воспользоваться услугами стационара в октябре, когда полностью сформируют штат. У нас в этом году четыре ординатора закончили ординатуру по профилю онкологии. Один из них будет работать в городском лечебном учреждении, а трое мы оставляем здесь у себя как раз для работы в этом дневном стационаре. На этом ремонт диспансера не закончится. В конце августа преображать начнут таракальное отделение на втором этаже хирургического корпуса, где лечение получают пациенты с тяжелыми формами заболевания, пищевода и легких. Закрывать его не будут. Чистую хирургию на время перенесут в дневной стационар, чтобы новое помещение до открытия не пустовало. В стране идет большой проект здравоохранения, и в нем одним из самых больших проектов под программ. Это программа борьба с онкологическими заболеваниями. Федеральная программа и, соответственно, есть региональная программа. Кроме дневного стационара, непосредственно в онкодиспансере профильные стационары дневного пребывания пациентов в этом году откроются также в поликлиниках номер 1, 3, 4, 5, ЦГКБ и Мессанчасти. Преображение онкологической службы Ульяновской области началось еще в 2011 году. В декабре 2017 полностью отремонтировали четвертый этаж хирургического корпуса. Тогда же сюда перевели и пациентов химиотерапевтического отделения. А в конце 2019-го на базе диспансера заработает центр томотерапии, где будет доступен высокоточный метод лечения онкозаболеваний всех видов и форм опухолей, в том числе спинного мозга, головы, шеи, молочных желез, малого таза и легких. Ринат Алиулова, Юрий Ломатов, Новости Уллправды ТВ.